Всем привет! Сегодня меня пригласила Лиана делать сырную доску. Это клаб-хаус походу. Сейчас посмотрим. Красиво очень. Мероприятие будет полностью бесплатно, поэтому очень интересно, что нас ждет. Там так красиво. Я пофоткаюсь потом. Елочка, там всякие. Я просто не знаю, туда я приехала, но тут очень красиво, мне уже нравится. А, вот она. Что-то я этот слишком оделась. Надо было то, что надеть. Я просто подумала, если я буду делать доску, пилить ее, то, наверное, нужно раздвинуть ноги. Я решила надеть такие. Расскажи подробнее, что это вообще за... что будет? Я не знаю. Честно, я не знаю. Человек не знает, но мы идиот. Да? Классно, что ты делаешь? Шикарно. А покушать что-то будет? Они дают что-то, да? А зачем тогда им идем от крекера? Должны быть хотя бы орехи. Нас все-таки угостили, но на 20 человек маловато, мне кажется. Перед началом мастер-класса гости просто общаются, знакомятся и пьют вино. Куда нас пригласили? Скажи, пожалуйста. Робин, наш релтор, пригласил нас в мастер-класс. Пригласил нас сделать такие абордсы. А в честь чего? Зачем ей это надо? Просто, ну, customer appreciation. А, то есть, получается, вы купили у нее дом и она хочет вас поблагодарить. Два года почти назад. Да, у нас был обзор. Мы же ходили по домам, да. Да, мы сейчас... А почему вы выбрали американку? Обычно русские связываются с русскими. Ну, касательно там, да, риэлтора. Ну, не знаю, как-то наши друзья знакомые, они американцы. Они купили до нас дом, и мы спросили, окей, а можно вашего риэлтора? Ага. Созвонили с ней, поговорили. Понравилось. Понравилось. Размер. Какая разница, что американка, русская банка, профессионка? И она хорошая, да? Да. Робин. Мне нравится. Понравилось. Помогала очень. Спасибо. Итак, нам раздают все необходимое для нашего мастер-класса. Руки стерильные, но в случае еще не захоти, наверное. Погруди, 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 погруди. Давай, давай. Они одевают? Да. Они прямо чешутся руки, да, одеть. Даже официантками интересно, что происходит, они с любопытством смотрят и слушают. Это уже процесс. Готовы. 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 И тогда я не забыла небольшой размер, поэтому я только есть огромный для мастер-класса. Вы любите один из них? Да. Хорошо. Ой, класс. Вообще здорово. Все готово. Нам выдали вот такое ассорти. Колбаски, сыры и ягоды. Начинаем мастер-класс. Это наш учитель. И, кстати, она действительно по образованию учитель и работает в школе, а еще держит свой бизнес. Итак, она взяла стакан и накладывает нарезку колбаски слоями поочередности, как розочка. В целом, кроме этого лайфхака, ничего другого нового мы не узнали. Она сказала, что можно разложить сыр как хотите, и все остальное тоже по желанию. Переворачиваем стакан и прижимаем к соляне. Это что, розочка? Розочка. Розочка, да. А вот это мое произведение. Я и решила отличиться. Это делает меня счастлив. Да, Леон? Она же сказала, что надо, чтобы счастлив было. Ооо, хорош. Нужно поставить твои курицы. Курицы? Где курицы? Ооо, это курицы. Как сказала наша учительница, делайте все, что вас делает счастливым. Поэтому каждый гость делал все, что он хотел на этой тарелке. То есть, не было определенного правила, как располагать эти продукты. Меня засняли, я звезда. Как всегда. Покоряешь Шарлой дальше. Сейчас я вот так вот сделаю. Ты по сердцу ставишь? Да. Я спросила учителинцы, нравится ли ей моя презентация. Она была в восторге. Похоже, не только я одна такая извращенка. Хорошо. Спасибо вам большое за вашу поддержку и вашу бизнес. Вы все очень прекрасные люди. И я знала, что я вам сказала, что здесь будет 20 замечательных женщин. Спасибо, что вы пришли. Спасибо. У-у-у-у-у. Мерий Кристос. Поехали. 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 Камин разожжем. У тебя зажигалка есть? Давай подожжем все. Смотри, как красиво. Тебе нравится? Да. Слушай, я тоже так хочу смотреть в вазу. Смотри, да. Очень прикольно. Да. Можно взять такую вазу. У меня есть шарики, если тебе нужны. У меня очень много шариков, которые я не использую. Зеленые. У меня тоже есть. Я бы хотела такие. Двистящие. Прям супер. А вот этот веник. Где его найти? Это настоящий? Нет. Это фейк. Но это класс. Это фейк? Ага. Ну, Майклс, да. Там есть для всяких этих декораций. Не каждый раз увидишь такой красивый камин. Обязательно надо пофоткаться. И я в своем репертуаре. Впустите, Мюшик. Ну, я знаю, какое это вино. Это Sauvignon Blanc? Это белое. Ну, я не знаю, какое. Хэс? А, нет. Хач? Может, хач? Хачи? Хачи. Хачи. Да впустите меня сюда. Да что ж так? Все замуровали. Замуровали демоны. Все, пошли, да? Надо сваливать, иначе потом выгонят просто. А там еще есть выход? Я ж не знаю. Тут какой-то прям лабиринт. Лабиринт. Что она сказала? Тысяча долларов снять, плюс еще еда. Слушай, я после тысячи долларов перестала слушать. А я слушала внимательно, смотри. И после тысячи долларов ты еще платишь за еду. Ага. И там тоже амаунт какой-то. Сейчас я пойду свой сыр возьму. Сейчас. Значит, чтобы снять вот этот клабхаус красивейший, тысяча долларов, плюс еще меню выплатить за еду дополнительно. Сейчас мы еще это обсудим. Такие вот. Ой, да, тут красиво, конечно. Да, шикарно. И, кстати, она еще... Бери, бери. В карман. Я, конечно, из России, но не настолько. Типа халява. Значит, она сказала, что три тысячи долларов ты еще... А, три тысячи долларов ты платишь единожды. Потом триста пятьдесят в месяц, да? Или в год? О, в год. Триста пятьдесят долларов, плюс три тысячи выкупительные. Ну, триста пятьдесят каждый месяц дорого. Пришли. Вот эти, кстати, шоколадные хорошие. Я не люблю вообще. Да как ты... Прокисшее молоко вкус. Да что ты рассказываешь? Панул тебя. Ты что вообще? Я вот это не люблю. Подсосать? Не, я такое не люблю. Не, я не буду сосать. А давай? Давай этому мужику. Подожди, подожди. А ну как? Он же там... Что он? Он же орешки грызет. Сзади, сзади, сзади. Ну да. Давай. Прижимай. Ты знаешь, если муж не слушается такого размера, то можно наказывать. Ты знаешь, неплохо. Ммм. Да? Ты поняла фишку? Я поняла. Сразу же. Билетина, блин. Класс. Ой, а я тебя снимаю? Да. Я тебя люблю. Мерри крестмасс! Мерри крестмасс! Мы набрали... Осталось не забывать. Лиана, ей нужно как раз новые декорации домой. Мы решили, пока мы здесь, уже забрать всё. Чего тут стоит просто? Бери, бери. Не помешает. Вот эти мы и забрали. Красиво получилось всё. Пошли? А сейчас я вам покажу красивый бар на крыше. Называется «Аура». Мы идём в клуб «Аура» на крыше. Так что будет, надеюсь, красиво. Я люблю тут скайлайн. Всегда очень красивые дома. Здесь небоскрёб. Мы сегодня в красивом местечке. Отель «Марио». Та-дам! Елочка. Так красиво украсили. Молодцы! Ой, как прикольно! Такие иглы здесь. Мне так нравится. Я даже не знала, что у них есть иглы. Именно в этом баре. Я слышала, что есть другой. Что? Да. Да. Добро пожаловать! Ой, как круто! Да. Если бы они включили обогреватели, было бы намного лучше. А они, смотрите, что включили. 10 градусов, я не знаю, там 8 градусов или 6 градусов на улице. Реально очень холодно. А у них вентилятор работает. Реально холодно. Мы попьём, наверное, чай, может, какой-нибудь. Вообще-то мы заказали вино, но так холодно, что капец просто. Я не понимаю, как люди вот это вот съедят, но ничего. Нам принесли спайси шрифт, да? Да. Сейчас будем пробовать, насколько они спайси. Но выглядят, как какой-то салатик. Так, то есть надо вот так вот положить, надо туда какую-то тортия. Как тортия, только это из стуката. Какой-то бурьяна ралли. Не знаю, что это вообще такое. А ещё нас ждут вот эти вот маленькие. Вот такие вот тут закуски. Тут нет нормального меню, только вот такие маленькие плейты. Как говорят, small plates. В этом кафе очень круто, красиво. И можно заказать вот такую классную иглу. Итак, вы должны заплатить 200 долларов, если это буднице. А 400 долларов, если это выходной день. То есть вы должны на эту суху накушать, заказать еду. И ещё 10 долларов человека, если вы хотите забронировать этот иглу. Мне кажется, это очень классная идея. Я бы сюда вернулась. Конечно, очень холодно, но такая атмосфера классная. Мне нравится, реально. Я бы сюда хотела. И на самом деле 200 долларов. Ну, это не так дорого. Да, нет. Это нормально. Обычно коктейль стоит 15 долларов. Плюс какая-то еда. Вы всё равно это потратите. Поэтому наслаждаемся прекрасным видом. У них обогреватели только на баре. Мы просидели меньше часа и ушли. Что мне не понравилось, так это то, что нет парковки прямо здесь, в ресторане и в этом отеле. Только волей. И знаете, сколько это стоит? 15 баксов. То есть желательно, конечно, где-то припарковаться в центре. И потом пройти пешком сюда в ресторан. Другого выхода нет. Либо... Ну, конечно, на каблуках не пойдёшь. Поэтому... Хотя у меня нет каблуков. Но мы решили всё равно заплатить 15 долларов и валет сделать. Плюс ещё, я не знаю, обычно в ресторанах, если вы заказываете что-то, вы можете попросить такой чек, и вам потом будет валет бесплатный. Но в этом ресторане так не про канала. А потом мы пошли поужинать в Бертонс Грилл вместе с Сашей. Хороший ресторанчик возле нашего дома. Суп дня. Какой-то там баттернет скваж. Это очень традиционный американский, а не менее северный американский суп. Обычно это в октябре-новембре. И оранжевый цвет, как вы можете видеть, довольно вкусный. Сейчас попробуем. Очень вкусный суп. Этот суп реально такой сытный. Мы его доели и уже ничего не хочется, честно. Мы тут немножко в шоке, принесли только три штуки. Да, мы даже спросили официанта, просто это реально смешно. Нам дали только три кусочка шримпа. Зато есть картошка, которая больше, чем тарелка. Я буду платить им только три доллара. По меню оно стоит 10 долларов за детское блюдо. Извините, 10 долларов за три креветки, но это, по-моему, слишком. А сайт всегда идет в комплекте. Джон пожаловался менеджеру и нам принесли остальные креветки. Давайте разберемся, почему так произошло. Рестаранчик Burton's Grill. Раньше здесь были такие вкусные лобстер-роллы. Сейчас их сняли, потому что нет уже возможности закупать дорогое мясо этого лобстера. И в ресторанах уже подорожали очень сильно. Раньше вот было как? Black Cat, по-моему, называется рыба белая. И эта рыба, она стоила 35 и сейчас 45. То есть реально сейчас подорожали. И некоторые рестораны просто берут и ее полностью вообще даже снимают с продажи, потому что нет смысла. В ресторану невыгодно закупать такой продукт, а люди его не покупают, потому что он реально дорогое, а все знают, что он был дешевле. Да, и потом он принес нам еще три шримпика. То есть их получилось шесть. Ну прикольно. То есть он почувствовал свою вину, что всего лишь три штучки и наверное он увидит, что я снимаю. Поэтому она стала не по себе, потому что он подумал, что мы ревизоры какие-то и в конце концов нам добавил еще. Увидимся, смотрите. Увидимся, смотрите. Продолжение следует...